В конце ноября 2019 года журнал «Экономист» выпустил свой фирменный номер «Мир в 2020 году», который мировое конспирологическое сообщество пытается толковать по сей день. Возможно, что в редакции «Экономист» за этими трактовками следят, и видя, что публика зашла в тупик, там решили выложить дополнительную версию журнала с заголовком «World If», что можно перевести как «Мир, если». Оригинал картинки очень маленький. Чем вызван такой переход к микроскопии, пока никто не знает, но это не главное. Главное, что этот фрагмент обложки «The Economist World If» образца 2016 года, которая повествует про мир в 2017 году. То есть мало того, что обложку нужно рассматривать под микроскопом, так это еще и дубль с опозданием в 3 года. Причем, что странно, это запоздавшая картинка с пророчеством о папах, согласно которому папа Римский Франциск должен был покинуть свой пост в 2017-2018 годах, но по какой-то загадочной причине отложил свой уход в отставку до 2020 года. Кроме того, в 2016 году было очень много мрачных сообщений инсайдеров о том, что Рождества 2016 года не будет, что на 2017 год приходится сдвиг полюсов, прибытие Нибиру, высадка инопланетян или Третья мировая война, которая погубит все живое. А возможно, все эти события произойдут сразу же и одновременно. Неужели в 2017 году ничего из предубеждений инсайдеров не сбылось только потому, что планы мировой закулисы внезапно переменились и становление нового мирового порядка передвинули на пару-тройку лет, например, на 2020 год? Никто из конспирологов не знает, как на самом деле трактовать происходящее, однако картинка слегка напрягает. Напрягает в первую очередь магнитом, от которого какой-то энергетический луч тянется к ЛЭП. Что это такое? Намек на сдвиг полюсов или на Солнце произойдет гигантская вспышка, о которой говорят многочисленные инсайдеры тайной космической программы, или электрические сети уничтожат с орбиты? Второй обращающий на себя внимание момент – это Дональд Трамп, свесивший ноги в какой-то бассейн. Это намек на импичмент и подмоченную репутацию, или все гораздо серьезнее. Картинка обещает Америке потоп, после которого даже в овальном кабинете воды будет по спинку стула. Довольно странные и остальные картинки, например, Константинопольская Айя-София на заднем плане. В 2017 году Турцию было не видно и не слышно, но в 2020 году она обещает быть во всех первых заголовках. В общем, экономист, как всегда, сильно удивляет. Так что знакомимся сейчас со всеми трактовками этого странного послания и следим за развитием событий.